Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Ну вот и наступила зима, по календарю, к сожалению, чего не скажешь, по реальной погоде. До сих пор идет дождь со снегом, до сих пор слякот и тепло. Ну, может быть, кому-то это нравится, кому-то нет, но против природы не попрешь. Ну а мы в своей программе продолжаем вести разговоры на наши армейские темы, и сегодня у нас еще один гость, который также прошел службу в рядах вооруженных сил в свое время. Сотрудник управления Министерства внутренних дел России по Кировскому району Санкт-Петербурга Владимир Степанович Окунев. Добрый день, Володя! Мы с тобой знакомы давно, поэтому без, как говорится, эпитетов, имя, отчество и вы, разговариваем, ведем разговор, как обычно. Значит, Володь, ну, в органах МВД давно служишь-то? Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие телезрители все, кто смотрит данную программу. В органах МВД с 23 декабря 1977 года по настоящее время. 30... Ну, 1977-го, значит, 30, получается, чисто в МВД, это в этом году 34 года, а в общем стаж этого плюс армия, это 37-й год, получается. Понятно, понятно. Нехилый стаж. Некоторые говорят, столько не живут, сколько мы работаем. Столько не живут, это точно. А чем сейчас занимаешься, или чем приходилось заниматься в органах МВД? Ну, скажем так, всю жизнь, все эти годы я работаю, у нас, как это говорят, на земле. Я, сразу после армии пришел, был постовым, и помощником дежурного, и командиром отделения, и старшиной поработал, и инспектором по вооружению. И, ну, в настоящее время, скажем так, я работаю в ОМТ и ход тыла ГУВД. То есть это чисто хозяйственная работа, управление материально-технического обслуживания. Служба тыла. Понятно. Ну, нужная очень служба, потому что, вот, как и везде, и в армии, и в любой... Ну, в любой театр, и начинается с гардероба, так и здесь, когда вы приходите куда-то, как вас встречают, это как раз зависит от тыловой службы. Конечно, согласен. Ну, давай отвернемся к нашим армейским делам, к тому далекому армейскому прошлому. Как я с тобой разговаривал, в армии тебе пришлось послужить. Вот, расскажи, вот, где, когда служил, кем, в каких войсках? Леш, я до сих пор считаю, что, ну, может быть, это не то, что грубо сказать, а кто армию не прошел, тот не мужик. То есть я чисто... Не, ну, я чисто, как бы, отношусь-то, все мужчины, мужики, грубо говоря, они должны пройти армию, это школа, которая дает чисто, как бы, мужское воспитание. Ну, призывался, у меня старший брат, я сам пятый в семье, у меня два брата, и старший брат служил в ракетных войсках стратегического назначения. Если помнишь, что в старые советские времена, то, как бы, если кто-то из родственников служил, то стараются в эти же войска и отправлять. Я должен был призываться в Лугу у нас в Ленинградской области, в ракетные войска. Но получилось так, что со второго раза меня забрали в армию, и приехали покупатели-связисты. Тогда же, помнишь, как бы, приезжают кто-то, покупатели, так называемые. Вот получилось так, что меня призвали в Полтаву, в учебку я сначала попал, в связь. Тогда тоже, как бы, говорили, только не иди столько чем работать, то есть радистом, придумай все, что хочешь. Ну, я сказал, что у меня эти пальцы были сломаны, когда в волейбол играл, а у меня действительно они были сломаны, вот эти пальцы. А если пальцы были сломаны, то радистом не брали, ты на ключе плохо будешь стучать. И поэтому я попал начальником радиорелейной тропосферной станции РТ-410. Это радиостанция, которая для обеспечения связи в высших слоях, в высших эшелонах власти. Это Генштаб, Ставка. После Полтавы, полгода учебки, я попал в Ульяновское высшее военное командное училище связи имени Арджиникидзе. И там служил оставшиеся полтора года. Понятно. То есть батальон обеспечения, да? Да, БСУП, ВКУС, батальон связи обеспечения учебного процесса, Ульяновского высшего военного командного училища связи имени Арджиникидзе. И там я был начальником радиорелейной тропосферной станции, был старшим сержантом, он же старшенарод. Ну, уважаемые телезрители, надо позавидовать памяти Владимира Окунева. Вот через столько лет запомнить, как четко называется этот батальон связи. Я даже повторить сейчас не могу. БСУП, ВКУС. Да. То есть настолько, видимо, хорошо у тебя там служба прошла. Действительно много дала, наверное. Вот. Если у вас есть какие-то будут вопросы в процессе программы к Владимиру Степановичу или ко мне, номер нашего телефона вы видите на своих экранах. Пожалуйста, звоните нам в студию, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Володь, ну, то, что каждый мужик должен послужить в армии, это, как говорится, понятно, жизненное утверждение. Мужская школа, тебе лично что дала армия положительного в этой жизни? Ну, может быть, опять-таки, это больше относится к тем, кто прошел именно вот эту армейскую службу в то советское время. Но я приведу хотя бы такой пример. Я русский, я не националист, но я русский. Я полгода служил в учебке в Полтаве. Оставшиеся полтора года, как я уже сказал, в училище связи, так вот, в нашем батальоне 180 человек был батальон, я один русский был. У нас было 13 национальностей. Самый лучший друг у меня был армянин, Исаян. Я был начальником радиореления тропосферной станции, повторюсь, и он был у меня водителем электромехаников. Такой маленький метр в прыжке, в кепке там, очень хороший парень. Длинные кепки с казыгом. И вот я говорю, смотри, как судить? Вот я один русский, 13 национальностей, и мы жили очень дружно. Так вот это мне, например, дало, как бы, то, может быть, армейское воспитание, то ли еще что-то, может быть, из-за того, что я, как бы, сам из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. У меня нет плохого отношения ни к кому другим людям по национальности. Вот нас объединяла вот эта дружба. И в то же самое время все говорят о дедовщине. У нас, например, тоже это было, без этого никуда не денешься. Даже наш комбат говорил, что это совхоз-батальон, потому что все процветала дедовщина. Но я никогда в жизни не давал молодым подшивать подворотнички. Я никогда в жизни не разрешал молодым заходить в радиостанцию, потому что она у меня, радиостанция, всегда работала, и я отвечал за нее, за эту радиостанцию. А во всем училище связи эту радиостанцию знали два человека. Подполковник, преподаватель, который учил курсантов. То есть, если кто не знает, то батальон связи. Это мы обеспечивали курсантов, которые учились на лейтенанта. Вот мы связь давали. Значит, курсанты сдают на очередной сессии, должна быть радиостанция работать как часы. Так вот, я знал свою радиостанцию с закрытыми глазами. То есть, если у нас был норматив 45 минут, это заходишь в КУНК, включил радиостанцию, настроил, с другой радиостанции входишь в связь и заканчиваешь потом проверку. Я ее сдавал за 23 минуты. То есть, я знал как свои пять пальцев. И вот профессионализм, к которому я всегда отношусь. То есть, если тебя назначили начальником станции, ты должен ее не абы как делать, а на отлично. Вот эта дружба нас объединяла с ребятами. Могу такой пример привести, что, когда я сейчас служил, был командир извода у нас, он потом стал у нас же там командиром роты. Спустя лет, наверное, 30 мы с ним встретились, он ко мне в Питер на работу приехал. А Шлапов, Владимир Иванович, уже училище наше расформировали. Два года назад, во время реформы вот этого Министерства обороны, училища Ульяновского больше нет уже. Он там инженером работает в Ульяновске. Так вот, мы с ним через социальные сети встретились, спустя, наверное, лет 20 переписывались, и он ко мне приехал. То есть, армия нас сплотила, объединила, и мы до сих пор поддерживаем вот эти дружеские отношения. — Я таких примеров тоже очень много знаю. И на собственном примере с солдатами своими встречаемся и переписываемся. — Это если хороший был, как говорится, солдат, вот эта дружба, именно мужская дружба, не которая вот сейчас там, ну, я не хочу плохо сказать о современной армии, но что за год-то успеешь человека понять или что-то? — Вот как раз к этому вопросу я подхожу. Ты говорил, что станцию свою знал исключительно хорошо. Вот сейчас вот приходит служить год солдаты. Приходит на такую же, грубо говоря, станцию тропосферную, такой же радист. Что он может за год с ней сотворить? — Ну, с одной стороны, здесь как бы такое двоякое отношение. Нам учились, не учились, а в учебке говорили преподаватели, как специалистов мы вас можем сделать за 3,5 месяца. Как младших командиров нам нужно полгода, чтобы сделать. То есть днём и ночью, у нас же и ночные учения там, посреди ночи тебя будет, давай, иди радиостанцию настраивай, потому что всякое в полевых условиях бывает. У нас во время сессии, у студентов уже есть и зимняя сессия, а также у курсантов. Нас, например, поднимали по тревоге 500 километров марш, в 30 морозов, в степи 30 градусов мороза, в лесу и без сухого пайка. Мы воду пили с радиаторов, сливали. То есть как бы становление как человека, как личность, потому что это переходный период, это именно когда 18 лет в армию забирают, в 20... Ну не зря этот возраст придумали. Да, так вот это как раз становление мужского характера, становление мужчины как личности. И вот в это время, когда у многих ломается всё это характер, здесь как раз из тебя делают человека. Вот это я считаю, например, правильно. И не то, что как бы я продолжил. Я совершенно случайно попал, можно сказать, в милицию после армии. Это совершенно случайно. Я никогда в жизни не хотел, хотя мама мне говорила, я в детстве всегда говорил, что училище танковое есть. То есть танкистом мечтал стать. Ну, я далёк от этого. Но именно как бы становление человека как личности, как мужчины как мужчины. То есть есть такое философское понятие. Человек с маленькой буквы родился, чтобы стать человеком с большой буквы. Так вот армия даёт возможность стать человеком и становление мужского характера. А за год, за полгода, ну что они успеют? Только узнать друг друга. Ведь командирам нужно узнать, солдатам нужно... Вот он оторван из дома. Он в парниковых условиях многие, так называемый, рос. Восемнадцать лет. И вдруг его мужской коллектив, где мамы с папой нет. Где вот, предположим, у нас сто восемьдесят, ну, пацанов, там, мужчин, мужиков. Некоторые-то там их двадцать шесть лет приходили с высшим образованием к нам служить, которым полгода всего нужно было прослужить. После учебки тоже к нам приходили. И вот эти оставшиеся год в мужском коллективе нужно суметь прожить. Это очень тяжело. Это не каждый может. Потому что ему на улицу не выйти, вечером там к маме, к папе не посоветоваться. Там все такие одногодки, то есть все в равноправных условиях. И не каждый может как бы в эту среду вписаться. Согласен. Согласен. Каких-то отрицательных моментов не запомнилось об армии, от армии? То есть я пока слышу только положительные отзывы, что это надо. Не, ну это не секрет. Я могу сказать, что я в армии был разжалован со старшего сержанта в рядовые. И причем, когда я в учебку попал, мы очень подружились. Ну, такая судьба получилась. Когда я в учебку пришел, там замком взвода Удовиченко, у меня память хорошая, его тоже разжаловали. И мы с ним подружились. Вот эти полгода, что я был в учебке, мы были с ним, хотя я пришел салагом, молодой, он был уже дедушка. Мы с ним дружили. Меня постигла такова же участь, как его. Хотя ты сам военный, знаешь, что согласно дисциплинарному уставу нельзя максимально человека со старшего сержанта в рядовые разжаловать и со старшины водителя электромеханики. Можно на одну ступень в звании, одновременно на одну ступень в должности. Получилось так, что меня разжаловали. И я домой вернулся рядовым, хотя должен был старшиной. Ну, это, будем сказать, не из-за того, что я был дебошир или что-то такое. Это так получилось, пришлось общественную вину взять на себя. Потому что у нас было очень много нашего призыва в людей. И получилось там одно, я не буду так абстрактно говорить, но получилось одно ЧП, когда нужно было выбирать. И два человека выбрали всю вину, взяли на себя. Но это не уголовное преступление, ничего. Это просто как бы связано с пьянкой, грубо говоря. И я сказал, что да, я виноват, потому что я все-таки был старшина. А там с нашего призыва ребята разодрались. Один попал в больницу. Вот одного 10 суток гауптвахту дали, а меня со старшего сержанта в рядовые разжаловали. Понятно. Неприятно и обидно. Не, нормально как бы, я это пережил. Все, то есть сначала тоже эмоционально. Можно же было как бы подать там, я не знаю, командующему округу или кому-то, что со старшего сержанта можно в сержанты только. Но там же хочется каждому домой быстрее. Да, это да. Но это тоже мне дало как бы становление как мужчины, чтобы знать, а что стоит дружба. То есть когда можно как бы друга предать, а нас были вот ребята, которые, когда меня от коллектива отсоединили, когда шла служебная проверка, то спросили, вернее, я через штабиста писаря. Говорит, ты скажи ребятам, что мне говорить? Мне посоветовали, бери все на себя. Ну я все на себя взял. Я сказал, да, я старше был, да, там, не проконтролировал. Но раз старше, отвечают, даже если ты не участвовал в этом, отвечают старше. Самое главное, что это не отразилось негативно на всей твоей последующей жизни. Даже с командиром, я говорю, мы до сих пор дружим с этим. Это показатель. Я его очень уважаю. Понятно. Вот, ну давай вернемся к нашим сегодняшним дням. Прошло много лет, значит, ты всю свою жизнь посвятил, фактически, тоже службе, только не в армии, а в МВД. Это тоже, в общем-то, погоны, ответственность, обязательство какое-то. Твои увлечения мне малоизвестны, кроме одного, основного и главного. Это любовь к музыке. Так получилось, что ты сам не поешь, не пишешь, да, но очень любишь и ценишь музыку. Вот, я вот телезрителям открою секрет, что мы с Володей познакомились как раз именно на почве этого уже много лет назад. Наверное, уже лет 10, если я не ошибаюсь. Да. И когда я пришел к нему домой первый раз, я был просто поражен количеством компакт-дисков, которые, ну, до потолка в спальне там, заваленном полспальне дисками. Вот. А все это называется музей шансона. Вот такой домашний музей шансона. Вот расскажи немножко о своем детище. Вот многие коллекционируют там марки, значки, вот, то-то там автомобиль у кого денег много или еще что-то. Вот. А у тебя вот. И аналогов, насколько я знаю, у нас, ну, в Петербурге точно не видел ни у кого, не слышал. Ну, возможно, и в России, наверное, такого нет у нас, да? Ну, я тем делом увлекаюсь, можно сказать, всю жизнь. То есть коллекционером я с детства что-то коллекционировал. Начиналась эта любовь коллекционирования со спичечных этикеток. Мы с тобой где-то плюс-минус ровесники. Помнишь, когда фильм шел «Война и мир», то потом выпускались вот такие большие деревянные спички длинные. И там они с фрагментами фильмов. Мне так понравилось, знаете, я начал собирать спичечные этикетки. Потом прошел все. КПД, то есть конверты первого дня, календарики, книги. У меня была самая большая библиотека лучшая в нашем ГУВД, о чем мне однократно в газетах писали. Значки собирал. Ну, все. И потом как-то это, понимаешь, как, Леш, когда достигаешь какой-то определенного уровня, тебе дальше неинтересно становится. То есть человеческая жизнь, она как бы, ты должен все двигаться вперед. Конечно. Вот это как бы дает стимул. То есть и к одной цели появляется новая. Абсолютно верно. То есть я выбрал музыку для себя, хотя действительно никогда в жизни не пел. Хотя с женой познакомился, когда я пел песни свои. Ой, Мороз, Мороз пел. Хорошая песня. Ну да. И тяга к музыке переросла таким образом. Мне один общий знакомый еще в Сочи сказал, куда мы ездили с концертом. Володя, ну у тебя большая коллекция. Ты покажи людям, что это есть. Ну и получилось так, что 8 лет назад на мой день рождения мой племянник, мои дети, зять, они открыли сайт официальный музей Шансона и зарегистрировали, подарили его мне на день рождения. Таким образом я мог донести до любителей этого жанра то, что существует в природе. Я не хвастаюсь, что у меня есть, я показываю, что это есть. Ну как коллекционеры они понимают этот своеобразный каталог. За 8 лет мы достигли того, что это единственный не только в Санкт-Петербурге, это единственный в мире частный музей Шансона. Это самая крупнейшая фонотека, собранная опять-таки в мире. У меня только в базу вбито больше 250 тысяч треков. Это не для скачивания. Это я показываю, если альбом, то там, например, 20 песен. Я показываю, есть такой альбом, столько-то песен. Но кроме дисков, Леша, у меня еще очень много личных вещей. У меня, например, есть концертный костюм Кати Огонек. У меня, например, есть последний раз на концерт ко мне приезжала сестра Михаила Круга. Они подарили шляпу мне Михаила Круга. То есть у меня очень много. Это и же и марки, и календарики, и алкогольные напитки. Хотя я сам не пью с 77-го года, но и алкогольные напитки имеют с названием. Или исполнители, или этого жанра. То есть этой календарики, значки, марки, открытки, афиши, постеры. То есть это действительно реальный. То есть когда посетители нашего сайта говорят, что такое музей шансона, я говорю, музей шансона в виртуальном виде можно показать плоскую вещь. А здесь реально. То есть мы никогда на сайте не разместим то, чего у меня нет. То есть все, что мы показываем, это есть у меня реально. Даже диск, который видит обложку, значит, он у меня есть реально. То есть их несколько десятков тысяч уже этих. Виниловую пластинку. У меня есть каталог 1914 года, пластинки, которые выходили. Или пластинки есть, они еще когда с одной песней выходили на одной стороне, а вторая чистая. То есть это действительно, да, уникальный, но для меня это привычно. Ну вот я не ошибусь, если скажу, что сайт твоего музея шансона, наверное, один из самых посещаемых среди музыкальных сайтов в интернете по количеству посетителей в сутки. Естественно, что отсюда возникает желание многих, особенно начинающих исполнителей, каким-то образом к тебе попасть туда, в твой музей, в твой каталог. И я знаю, что многие тебя и звонками, и письмами достают. У тебя есть какой-то критерий отбора начинающих, возьмем, говорит? Понятно, что от тех звезд, которые уже состоялись, тут без вопросов. А мне без разницы, это звезда первой величины, так называемой, или начинающей. Для меня составляющая — это три из трех состоит. Это должно быть хороший текст, хорошая музыка и человек как личность. Вот когда я всегда беру, например, первую песню, которую мне дают человеку, желающему разместить музыку, я ее слушаю сначала на одном дыхании, а потом считаю, что это очень плохая песня, и начинаю искать все хорошее в ней. И вот таким образом песня попадает на сайт. Например, каким образом, говоришь, попадают люди к нам. Вот скоро будет очередной концерт, посвященный нашей очередной годовщине Мужчая Шансуна. Мы написали объявление, что будет концерт, я никого никогда не приглашаю. Так вот туда уже 104 заявки поступило на участие. И потом начинается... Да, я знаю, Алексей Крефт. Потом начинается отбор. Это должно быть профессионально, потому что многие начинающие говорят, а можно открыть свою персональную страничку, открыть в этом самом музее Шансуна. Я им объясняю, что да, можно, но вы представьте, вы, никому неизвестный исполнитель, рядом будете с Акуджавой, с Вертинским, с Высоцким. Это ответственность. Естественно. Володя, у нас звонок от нашего телезрителя. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, чем закончилось перформирование милиции и полиции, кроме предметов названия и повышения вкладов? Насколько увеличился ОМОН, насколько уменьшились оперативники и участковые? Спасибо за вопрос, Александр. Ну, вот, Володя, чисто профессиональный такой. Спасибо за вопрос. Ну, это вопрос, скажем так, к работникам управления кадров по поводу штатной численности, сколько уменьшилось, сколько увеличилось. Скажу так, что сократился состав, личного состава очень значительно. Но я работаю на земле, я не отвечаю за то, что творится в главке. Работать стали более добросовестно народ, зарплату, вот вы зря говорите, что зарплата большая. Значит, зарплату предполагает только увеличение с января, вкратность. Но, если честно могу сказать, я, например, в это не верю. Потому что 35 лет я ждал этих обещаний, мы слышали все. Ну, посмотрим, доживем до января, узнаем, насколько повысится. А так, я не готов ответить. Я знаю только не больше, чем вычитать из источников средств массовой информации, что в газетах печатают, то и мы знаем. Поэтому, если там написано, такие оклады будут большие, мы поживем, увидим. Только мы не забудем, что у нас сейчас, через два дня одни выборы, в апреле следующие выборы пройдут. Спасибо. Спасибо за звонок, ответ. Ну, вернемся опять немножко к музею шансона. То есть начинающий... У меня тут даже диски сегодня Володя принес, подарил на память. Спасибо за диски, за календарик музея шансона. Сколько лет уже будет отмечать? В феврале, да, концерт? В феврале будет 8 лет музею шансона. Это официально зарегистрировано. То есть этот бренд принадлежит лично мне. И 8 лет назад он был официально зарегистрирован. Понятно. И пару слов о самом жанре шансона. Вот, ну, не секрет, что для многих, не знаю, телезрителей, радиослушателей, любителей музыки, понятие шансон ассоциируется с тюремной лирикой. Это спор везде и так далее. А через шансон прошли, как говорится, и Елена Ваенга, и Стас Михайлов, на которые сейчас там звездят, и Трофимов Сергей, и многие-многие другие. Вот, вот два слова, как говорится, что для тебя шансон в твоем понимании, как жанр? Дело в том, что широкомасштабно так шансон получил свое, дошел до слушателей. Это в 90-х годах, когда в Санкт-Петербурге открылась первая радиостанция. Ее уже нет, поэтому можно назвать это не реклама, радиопетроград русский шансон. И это было во времена перестройки. И как раз там именно крутились вот так называемые перестроечные песни, будем так называть их, блатными. И вот это было как раз неправильно доведено до слушателей. Почему все говорят, что шансоны – это блатные песни? Я всегда говорю, это одна десятая составляющая. Для меня настоящий шансон – это сюжетная песня. Это Леонид Васильевич, Утесов, Марк Бернес, Вертинский, Шульженко. Вот такого плана там Вертинский. Фактически-то где-то пересекается с нашей хорошей эстрадной такой, да? У нас дело в том, что нет современной эстрадной песни. У нас или попса, или шансон. Понятно. Спасибо, Володя. Ну, два слова на прощание телезрителям. Время стекает. У нас в преддверии Нового года, поэтому всем здоровья, удачи. А сотрудникам, кто носит форму, чтобы вас всегда ждали дома, и чтобы вы всегда возвращались. У нас сегодня в гостях был Владимир Степанович Окунев, создатель музея шансона и сотрудник полиции, так коротко назовем, Кировского района Санкт-Петербурга. И я ведущий программы «Честь имею» Алексей Краев. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.